Вы слушаете канал Жаш.Клаб. С ангелами рядом. Глава 39.2022 год. С ангелами рядом. Швейцария на границе с Италией и Францией. В небольшом местечке Кантон-Вале, мать Седрика Торни, Мюкгет смотрела по телевизору новости из Рима. Адвокат Петра Орланди, Лаура Сгро, снова взялась за дело об осизновении Эммануэлы. Мюкгет плохо понимала по-итальянски и не успевала читать субтитры к новостям. Но вдруг она четко увидела имена в бегущей строке «Алаис Истерман» и «Седрик Торни». Эта женщина говорила про ее сына. Мюкгет бросилась к телефону. С большим трудом она нашла способ связаться с адвокатом Сгро. «Извините, здравствуйте. Мюкгет очень волновалась. Меня зовут Мюкгет Бада. Я мать, сеньора Бада», — воскликнула Лаура. «Я очень рада с вами познакомиться. Спасибо». Мюкгет не ожидала такого поворота. Она боялась, что адвокат не захочет с ней разговаривать. «Я услышала ваше интервью по телевизору. И вы упомянули имя моего сына». «Да, потому что я считаю, что эти два дела — похищение Орландии и убийство швейцарской гвардии — связаны. Значит, вы тоже думаете, что Ватикан что-то скры, сеньора Бада. А что вы скажете на то, если я к вам приеду, и мы сможем обо всем поговорить?» Перебила ее Лаура, видя, что разговор зашел в область, нежелательную для подслушивания кем-нибудь из посторонних. «Я была бы так благодарна вам, если бы вы смогли уделить мне время, отказываясь верить своей удаче», — проговорила Мюкгет. «Вот и договорились». Они сидели в гостиной маленького домика семьи Бада, из окна которой был чудесный вид на швейцарские Альпы, и прихлюбовали чай с песочным печеньем, они специально все переделали в комнате до прихода коронеров, — уверенно сказала Лаура после того, как Мюкгет рассказала ей. «Каким образом и когда получила новость о смерти сына, они устроили все так, чтобы ничего уже нельзя было понять, они говорили с такой уверенностью, что Седрик убил этих людей и застрелился сам», — с горечью вспоминала несчастная мать, Мюкгет. «Перед приходом коронеров по месту преступления прошлись человек двадцать. Кроме как специально, это невозможно сделать. У них нет никаких записей, протоколов, фотографий или видео, ничего, как такое возможно при таком громком деле». Поразилась Мюкгет, они не сделали даже анализа в крови. Адвокат наклонилась немного поближе к собеседнице и понизила голос. «Ваш сын лежал в луже крови, но чьей? Что им стоило налить туда чьей-нибудь крови? Так значит, это правда? Я так и дэ». Продолжение читайте на сайте жаж.клаб